И песков Мелькеский Чердоклинский Деодор совершил литургию преждеосвященных даров Спаса Преображенском кафедральном соборе Дмитровграда. Служба прошла не утром, как это обычно бывает, а в вечернее время. Подробнее об этой традиции в материале наших коллег. Совершение преждеосвященной литургии в вечернее время было возрождено в Русской Церкви в 1968 году постановлением Священного Синода. Господь наш Иисус Христос установил Таинство Причащения после вечери то есть ужина. Такого же порядка в совершении богослужения держались апостолы и за ними христиане первых поколений. Увеличение числа членов христианских общин, связанное с этим трудностью устройства общих вечерних трапез, вызвало отделение Евхаристии от приема пищи и перенесение первой на утреннее время. Обычай Причащения преждеосвященными дарами ведет свое начало от утраченной древнехристианской практики самопричащения на дому тем причастием, что приносилось из храма. Этот обычай был поддержан христианскими подвижниками-отшельниками, а от них вошел в монастырское богослужение. Монахи причащались или по совершению утреннего правила, или, что очевидно, было связано с различной строгостью соблюдения поста, вечером. Ченопоследование изобразительных, которое регулярно совершается во время Великого поста, это древнее правило или порядок причащения братьев в конце утреннего богослужения, а преждеосвященная литургия возникла на основе причащения преждеосвященными дарами вечером. В IV и V веках, когда стал утверждаться как всеобщий порядок причащения натощак, приобщение преждеосвященных даров утром ли, вечером ли, также совершалось натощак. Это в итоге привело к перенесению литургии преждеосвященных даров на первую половину дня, хотя она начинается ченопоследованием вечерне. Сегодня за литургией преждеосвященных даров в Преображенском соборе Димитровграда владыка Деодор совершил дьяконскую хиротонию иммока Никиты Сафонова. Отец Никита в течение вот уже 10 лет является воспитанником настоятеля храма Рождества Христова в поселке Муловка протеерея Игоря Гнатишин, где исполнял алтарное и прочие послушания. По окончании богослужения епископ Деодор обратился к собравшимся с проповедью. Всех вас, дорогие мои, приветствую в этот святой вечер. Мы с вами совершаем течение Второй Седмицы Великого Поста. Мы с вами, я уверен, что все, кто здесь стоит, стараемся всемирно по силам совершать этот светлый духовный подвиг, воздержание ради Христа Спасителя, Господа нашего, ради того, чтобы нам стать ближе ко Христу. Совершая подвиг Великого Поста, мы с вами всегда держим в уме слова Христа Спасителя. Блаженны, то есть счастливы, чисты сердцем, ибо они Бога узрят. И вот пока мы здесь, дорогие мои, находимся на пути, находимся в духовной борьбе, находимся в земном странствовании, мы причащаемся, приобщаемся к подлинной жизни, когда приступаем к Чаше Христовой, к Святой Евхаристии, в ней вгушаем тело и кровь Христа. И это святое таинство, соединение с Богом, оживотворяет нас, просвещает наш разум, просвещает наше сердце. Пресс-служба Меликесской епархии